В Брянском клинико-диагностическом центре прошло заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Брянской области. За круглым столом собрались представители медицинского сообщества, руководители частных реабилитационных центров и обыкновенные пациенты-общественники, у которых к департаменту накопились свои вопросы по качеству оказываемой медпомощи в Брянской области. На очередное заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Брянской области были вынесены два основных вопроса. Уровень оказания медицинской помощи пациентов с нефрологической патологией и медицинские проблемы в подростковом возрасте. Чтобы у нас не было закрытых тем, потому что чем более открыты мы будем перед вами, перед сообществом, тем больших эффектов в работе мы достигнем. И поэтому мы сегодня, если вы видите, не готовили никакого плана, графика проведения, знаете, обычно готовят в дорожке 5 минут для выступления, со-доклады. Первым обсудили вопрос о выявлении лечения и реабилитации алкоголя и наркозависимых детей и подростков. Наша основная деятельность – это реабилитация нарко- и алкозависимых. Мы каждый день сталкиваемся с трудностями, конечно, определенными по каждому вопросу. И в основном, естественно, это здоровье наших подопечных. И на сегодняшний день один из самых наболевших вопросов – это подростковая наркомания. К нам очень много людей обращаются за помощью, но наш центр может принимать людей только от 18 до 45 лет. Кроме существующих специализированных диспансеров в Брянской области, работают уже два подобных благотворительных центра. Директор департамента здравоохранения лично познакомился с деятельностью фондов по формированию здорового образа жизни. То, что я увидел, это, конечно, замечательно. Я там пообщался с пациентами, которые там находятся, проходят реабилитацию. Вот, конечно, первую неделю или две недели они негативно воспринимают саму реабилитацию, а потом постепенно адаптируются. И учитывая, что все эти два центра ваших, они как бы заполнены людьми, значит, востребованность есть. Со своей стороны директор департамента здравоохранения заявил, что существующая служба наркологической помощи в скором времени существенно расширит свою деятельность. Планируется через несколько лет построить наркологический диспансер в Бежице площадкой. Есть проект, практически уже согласован, сейчас будет определяться подрядчик. Но одна небольшая проблема, это будет стоить бюджету более 600 миллионов рублей, чтобы построить. Там будет отделение для алкозависимых, наркозависимых, реабилитация, дневной стационар. Какие еще подразделения? Неотложная помощь. Неотложная помощь, реанимация. Что касается помощи департамента здравоохранения негосударственным образованием, то Владимир Дорошенко заявил, что все просьбы возьмет на личный контроль. Например, до сих пор на федеральном уровне курительные смеси не относятся к наркотическим. Но по словам представителя Центра здоровой молодежи Анны Саратовцевой, в Московской области уже приняли подобное решение. Директор департамента попросил подготовить соответствующую справку и пообещал, что подобное решение будет вынесено и в Брянской области.